Моздаимство, лихаимство, оно пришло к нам уже потом, вместе с государственным аппаратом. Идея реформировать правоохранительную систему Казахстана собрала в этом зале людей разных профессий, рода деятельности. Здесь и издатель журнала, и оппозиционный политик, а еще политолог, исследователь и педагог. Чем больше они говорят о том, как сделать так, чтобы народ доверял полиции и судам, тем дальше вводят дремучую глубь веков и ищут ответы на современные вопросы у предков. В частности, вспоминает суд Биев. Прежняя в деме историческая традиция. Это было открыто. Сегодня заседание было состязательным, оно было доказательным. А сегодня властные структуры, они очень закрыты. Они закрыты, и многие решения их не совсем понятны населению. А вот еще один вопрос, на который участникам дискуссии сложно сходу ответить. Система вроде называется правоохранительная, но чего больше в Казахстане? Порядка или правопорядка? Вопрос на миллион. Ну, вопрос очень сложный. На него, наверное, очень много идет споров и дискуссий по этому поводу. Границы четко их провести очень сложно. Навести и поддерживать порядок – это несложно, говорит бывший генпрокурор Жармахан Туякбай. Но как при этом не нарушить и не ущемить в правах людей – это уже совсем другой подход. Разумеется, сегодня говорится, что в нашей стране обеспечен полный правопорядок. Правопорядок, когда торжество закона обеспечивается не только в отношении отдельных, а в отношении всех, этого, к сожалению, нет. Где та тонкая линия, которая отличает такие понятия, как порядок и правопорядок, рядовым казахстанцам и вовсе это неизвестно. Даже не знаю, что сказать вам. А что такое правопорядок? Не знаю, наверное, самосознание. Порядок? Противопорядок. А вы кто вообще? Такое незнание или непонимание – яркая иллюстрация невысокой правовой культуры в целом. Вина людей в этом, наверное, небольшая. Власти уже 20 лет строят общество и свой порядок, которым правами людей привычно жертвуют.